Быстренький вопрос тоже по поводу деток. С мужем остались нехорошие отношения и я поддерживала политику, что детям нужно говорить правду. Детям не нужно говорить правду. Детям нужно говорить информацию, которая доступна им сейчас. Конечно, давать такую форму, подавать, чтобы они были спокойны. Потому что ты не знаешь правду. Развод был тяжелый, пацаны сильно переживали, у меня трое мальчиков. Я общалась с детскими психологами, они объясняли, что если вы будете говорить ребенку правду, скажите, что папа меня обидел. И я получается в течение года... Психологи, какой смысл в этом? Папа меня обидел. Вот так. Объясняйте ребенку так. А я тебе скажу, что я бы не объяснил. А как бы вы говорили? Ну, я же не знаю твоих детей. Да все дети как дети. Ну, дети как дети. То есть им надо рассказать такую схему, чтобы они могли дальше жить. Чтобы они жили нормально и понимали. Получился конфликт, они пришли... Ну, тогда тебе правду надо рассказать и всю. Что папа тебя обидел. Не потому что папа скотина. А может кто-то тупил. Кто-то что-то делал неправильно. Кто-то вышел или вышла замуж за вашего отца Тупорылова. Потому что я сама овца Тупорылова. Ну, условно говоря. Уже я была влюбленная, дура. И вот как бы мы просто там... Ну, я сейчас не о тебе. Там трахались за гаражами. Поэтому ваш старшенький получился такой квадратный. Условно говоря. То есть ты... Я к чему? Я реально... Конечно, я не о тебе. Я смысл в том, что ни одна женщина реальной правды не знает. Правда в том, что два человека в невежестве развалили отношения. И из-за этого пострадали дети. Когда люди разваливают отношения, не бывает так, что виноват кто-то один. 50 на 50. Поэтому я рекомендую. Рекомендую. Пока ты сама не понимаешь, почему это произошло. Нет, я все понимаю. Ну, вряд ли ты птаха божья, мать трех красавцев, гардемаринов. И случайно вышла замуж за адского сатану. За совместное воплощение Полпота, Мао Цзэдуна и Гебельца. Ну, вот... Понятно косяков в том... Вот поэтому, пока ты сама разбирайся, ну, у вас не получилось. Вы не знали, как. Вы разошлись, вы не сошлись с характерами. Вы... Вот такая ситуация. Ну, то есть, вот политика, меня вот этот вопрос очень сильно интересует. Для детей, чтобы для успокоения их головного мозга. Это нормально? Вот здесь я буду говорить о том, что там... Они не над вами смеются, не волнуйтесь. Я же сказал. Мы с вашим папой, как вот я там дочиталась все-таки, были счастливы, да, на тот момент, когда жили вместе. Потом наши интересы разошлись, как бы, и мы... Ну, то есть, вот это, вот такие слова. Надо сказать, что... Просто надо вот прям вот так сказать. Мы не смогли. У нас не получилось. Мы несчастные, глупые люди. Мы не научились строить отношения. И это правда. А рассказывать подробности, которые... Это ты подруге рассказываешь. Надо, чтобы слить свой геморрой, сказать там... Ой, это такая скотина эти мерзкие. И так и надо. И подруга твоя так... Да я... Как я тебя понимаю? Как я тебя понимаю? Потому что все они козлы. И все это козлячье поголовье. И в этом друг другу выходит из вас вот эта вся история. Ну, дети тут при чем? Нет? Нет? Услышала? Да.